Вокруг света за 12 лет объехать весь мир на велосипеде намерен австралиец Бенджамин Роджерс Уилсон. Его цель познакомиться с культурой и природой различных стран. В России путешественника не испугали ни огромные расстояния, ни суровые даже для местных жителей весна. С отважным велосипедистом встретился наш корреспондент. Хабаровск встретил путешественника из страны Кенгуру не по весеннему холодной погодой. Но Бенджамину не привыкать к низким температурам. Да и экипирован он соответствующе. В краевом центре австралиец задержался на несколько дней. Нужно было получить визу в китайском консульстве и подчинить велосипед. Обод сломался и это распространенная проблема. Это уже третий обод в моем путешествии. Под постоянным давлением и крепкими морозами металл не выдерживает и трескается. Свой велосипед Бенджамин собирал самостоятельно. Покупал только самые крепкие и надежные детали. Сейчас мой велосипед укомплектован для зимних условий. Мой друг сделал эти варежки специально для тепла. Они защищают мои руки от холодного ветра. Здесь есть большие педали, которые отлично подходят для моих зимних ботинок. Знакомство с Россией Бенджамин начал с Сахалина. Несмотря на то, что готовился к такой холодной встрече, признается, это был один из сложнейших этапов его путешествия. Сбивающий с ног ледяной ветер, бесчистые снежные барханы. Ночевал в палатке, закутавшись в несколько одеял, чтобы хоть как-то сохранить тепло. Для меня это испытание, в том числе испытание с суровым климатом. Вот почему я отправился на Дальний Восток именно сейчас, когда царит холодная погода. И мне удалось выдержать такую экстремальную ситуацию. Сложности в общении еще одно препятствие. Бенджамин знает три языка, но это слишком мало для такого путешествия. Поначалу он всегда держал при себе блокнот и, если не мог объяснить, рисовал. Но потом придумал вариант получше. У меня есть так называемое волшебное письмо. Это письмо, в котором объясняется, кто я такой, откуда, куда направляюсь. В общем, вся информация обо мне на языке той страны, в которой я в данный момент нахожусь. Бенджамин не скрывает, что выбрал велосипед как наиболее дешевое транспортное средство. В среднем один день поездки обходится ему не дороже трех долларов. Сейчас путешественник отправляется в Китай. Проехав через всю Азию, он планирует вернуться в Россию. Дальше через Европу в Африку. И только покорив обе Америки обратно на родину. Но случится это не раньше, чем через шесть лет. Степан Чернов, Евгений Солдатов, Иван Юров. Вести Хабаровск. Субтитры создавал DimaTorzok